По информации деловых изданий, Владимир Путин запретил государственным компаниям участвовать в сделках по приватизации. Прежде всего это касается истории с компанией Башнефть. Полугосударственная Роснефть называлась одним из основных покупателей. С нашей точки зрения решение президента абсолютно верное. Сейчас доля расширенного правительства в российском ВВП 50%. Если Башнефть купит государственная компания, доля не изменится. Можно спорить, какова должна быть доля государства в ВВП России. 10, 15, 20, даже 25%. Но 50% это очень много. Не очень понятно, почему государственная компания находит деньги на приватизацию и ранее не выплатила эти деньги государству в качестве дивидендов. На фондовом рынке появилась информация, что контрольный пакет акций компании Башнефть может быть продан большому числу мелких инвесторов. С нашей точки зрения идея очень плохая. В этом случае Башнефть становится идеальной мишенью для поглощения. Скупить контрольный пакет акций компании Башнефть в интересах клиента сможет любая более-менее крупная финансовая компания. Кому в этом случае достанутся активы башкирской нефтяной промышленности, остается только гадать. В заключении стоит сказать, что с нашей точки зрения по-прежнему лучшая идея это внесение контрольного пакета акций компании Башнефть в капитал компании Роснефть. После этого можно проводить приватизацию компании Роснефть. В этом случае на продажу можно будет выставить больше пакет акций и продать его дороже. Ситуация с приватизацией российских нефтяных активов по-прежнему не идеальна. Она достаточно непрозрачна. Однако решение Владимира Путина не допускать госструктуры к приватизации делает ситуацию вокруг нефтяных активов более ясной. И теперь по крайней мере частные компании могут не опасаться конкуренции со стороны государственных монстров. Мы рискнем дать свой прогноз. Мы полагаем, что в итоге Башнефть достанется компании Лукойл.